МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Билл Гейтс живет не в Минске, а в Нью-Йорке. Это мы закупаемся продуктами на неделю, чтобы они закончились в четверг. Это мы придумали соединять две детских варежки резинкой от трусов, чтобы не потерялись. Многие по привычке говорят про нас «Раша». Но мы гордо заявляем – была «Раша» стала наша. Наша Белораша. Белорусское Полесье. Мекка мирового экотуризма. Именно здесь проводят свой отпуск туристы из США Питер и Мэри, которых приютил настоящий агробизнесмен Андрей Васильевич. Питер, Питер. Так что происходит такое, я вас спрашиваю, а? Что случилось, я вас спрашиваю? На два дня вас оставить нельзя, как дети мало. Что такое во дворе происходит, а? Конь мой, Вася, не хотел заходить во двор, потому что не узнал свой родной двор, понимаете? Питер запалеть. Что, траванулся? Я же вас предупреждал, что еловые шишки все время, значит, есть нельзя. Вы же меня не слушаете. Питер очень сильно запулел. Нужен доктор. Да мне нужен доктор, понимаете? Мне нужен доктор. Вы видели, что вы во дворе натворили, а? Что это за новая тропинка такая в туалет через грядки, а? Вы видите, что вы с вами ногами капиталистическими томчите? Что вы с вами башмаками глобалистками давите, а? А ты, Василий, что случилось? Меня понимает. Что случилось? Хорошо, сейчас я вам объясню, что случилось. Значит, смотрите. Значит, на тех грядках, где Питер проложил скоростную трассу в туалет, Шумахер, блин, я взращивал очень редкие породы растений, Занесенных в красную книгу. Итак, значит, по порядочку, значит, смотрим. Значит, помидоры, бычье сердце. Две грядки, как и не бывало, занесенные в красную книгу. Значит, огурцы, сорта мечта разведенки, С ярко выраженными пупырышками. Все, нету огурцов. Значит, дальше что, значит, петрушка, там, укроп, Все это по мелочи. Ну и самое главное, фирменный картофель-дельфин, Занесенный в красную книгу. Трэй Васильевич. И что теперь делать? Что делать, что делать? Возмещать убытки будем сейчас, что делать? Да, потому что если приедет комиссия из красной книги, Что я им скажу? Что это лоси молодые сбились с курса и ко мне начали в туалет ходить? Что это дикие кабаны совсем уже одичали, По моих грядкам топчутся? Молодой медведь натрескался, значит, малины, Значит, пришел ко мне. Что, вот что? Так что, с вас 500 долларов, значит, за растоптанные прелести Полесье И мою растоптанную душу. Питер, Питер. Пятьсот, да. Плиз, стеки мани. Давайте, да. И, Андрей Васильевич, это за то, что все вы сказали, И Питеру нужно лекарство. Ой, лекарство, это дорого, во-первых. Во-вторых, это надо в город ехать. Не знаю, не знаю. Сто долларов. Плиз, плиз. Плиз, плиз. Лекарство, лекарство, что отравился, да? Тест. Да. Была у меня где-то одна лекарственная вещь. Вот. Лекарственный препарат. Нет, нет, Андрей Васильевич. Мы больше не будем пить водка ваша. Нет, 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 нет. Мэри, Мэри, ты ничего не понимаешь? Питер, это лучшее лекарство. Бери, Питер. Спасибо, Андрей. Питер, ты пить водка? Мне все, это надоело. Все, оставайтесь здесь вдвоем. Пейте вашу водку, я ухожу от тебя. Я забираю детей и уезжаю к маме. Мэри, я не могу. Пить водка. Мэри, не могу. Я не могу. Мэри. Я так понимаю, что она сказала, что забирает детей и уезжает к маме, да? Да. Только этого нам не хватало. Разведенные, которые есть. Значит, Питер, ты лечись пока. Лечись. Так. Утром проснешься, она вернется. У меня такое было лично 300 раз. Я тебе говорю, куда она денется, кругом болото. Давай, все. Я по делам, по бабам. Все, счастливо. Лечись. Беларусь – самая технологичная страна в мире. В каждом офисе у нас установлена камера скрытого наблюдения, о которой работники часто даже не подозревают. Внимание! Наша камера снова зафиксировала что-то интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да-да-да, Вадим Петрович, конечно, конечно. Я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы с этим. Да, я вас уверяю. Да, мы же работаем с теми же ребятами, да? То же самое, как, в принципе, прошлая сделка прошла. Да-да-да, конечно, я вам скидываю исходники, только подождите, пожалуйста, секунду. Сейчас я запишу тогда координаты. Ага. Так, только, блин, где ежедневник, а? Я не видел. Вадим Петрович, подождите, пожалуйста. Да, сейчас я посмотрю. Не, ну на самом деле, ребята все те же, вы же понимаете, да. То есть, по сути, схема у нас отлаженная, опыт работы какой у нас совместный. Да, уже всем этим коллективом, по сути, все должно пройти хорошо. Да, здесь нет никаких, как бы, поводов для волнений, в принципе, никакого не существует. Да, так что, Вадим Петрович, что? Я прошу вас, просто не надо расстраиваться. Да, сейчас я, подождите, найду. Значит, запишу координаты. В принципе, да, в течение часа уже можно будет и... Вот, все. Да, пожалуйста, Вадим Петрович, да-да-да, диктуйте. Ожидайте, ага, так, так, ага, ага, все, в течение часа ожидайте, ага, все, до свидания. Это Минск, столица нашей Родины. А это Национальная библиотека, настоящий бриллиант знаний, расположенный в ее центре. А это Черн, простой пацан, который, посетив однажды Национальную библиотеку, влюбился в книги навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не знаю, что мне взять сегодня почитать. А дайте мне что-нибудь на ваше усмотрение, чтобы мне было интересно. Так, сейчас, сейчас. Вот это, я думаю, тебе подойдет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Поленька. Даже не знаю, что мне сегодня почитать. А дайте мне что-нибудь на ваше усмотрение, чтобы мне было интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а тебе, я думаю, подойдет вот это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я присяду? О, словарь Даля. Чуду. Так. Прелюдия. Так. Прелюдия. Вступление перед главным действием. Раскрывающая его смысл и конечную цель. Слышь, так прикинь, очкастый. Я со своей малой, получается, вчера два часа прелюдией занялся. Взрываем? Так, че тут еще? Ёрш! Ёрш! Так, не, 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 не. Широко распространен по всей средней полосе земного шара. Прикинь? Ачкалу. А матушка говорит, что только мы эту бодягу под подъездом пьем. Пьет нормально. Что тут еще есть? Даля тут понаписывал. Так, во! Мусор! Отходность жизнедеятельности человека. Вот оно вообще в точку, да? Вот так, слышишь? Молодец! Надо бы пацанам рассказать, а не бы поржуть. Мусор. Так, что еще? О, элегия, элегантность, эйфория, иллюзия. Так вот откуда они берут все эти названия для чернила, слышишь? Николей, вот так. Не, интересно на самом деле, интересно. Так, что тут? Казан. Казак. А козел нету, слышишь? Нету, казан, казак. Есть, козел нету. Вот дают, а. Вторая буква О. Губолон. Вторая буква В. А, Б, В. Учел по виду. Быдло. О. Вторая буква О. Молодой человек! Ваше деградировавшее интеллектуальное развитие оскорбляет мой уровень хайку. Слышь, я сейчас реально чувствую, что ты меня послал, да? Ну вот куда, я понять не могу. Ты где таких базаров понабирался? Очкастый. Слова поэтики? Да-да-да, ну конечно. Хорошо, хорошо, да. Продиктуйте мне, пожалуйста. Ага. Так, записал. Ага. Хорошо. Да, Сергей Валентинович, кстати, да, я сейчас выхожу, потому что я собирался к вам зайти. Да, ждите, я буду буквально через две минуты. Ага. Да-да-да. Да-да-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вам придется договориться сначала о покупке сырья. Ну да, но на самом деле люди проверенные, потому что мы сотрудничаем с ними уже не первый год. Да, да, хорошо, конечно. Так, вы можете записать какие-то определенные координаты. Вы можете, допустим, встретиться с Виолеттой Викторовной, да, где-то, скажем так, в среду. Но у вас есть телефон, просто нужно будет предварительно созвониться. Да-да-да, конечно. Витебск. Город, где на одного парня приходится семь девушек. А на одну девушку приходится семь-восемь автомобилей в год. Здравствуйте. Добрый день. Инспектор ГАИ Михаил Шетон. Лиза, очень приятно. Ваши документы. Здравствуйте. Документы? Сейчас, секунду. А, вот они, да, конечно. Пожалуйста. Там все нормально, я проверяла сама. Спасибо. Аптечка есть? Конечно, есть, котик. Есть все. Аптечка есть, пожалуйста. Все есть. Ага. Значит, в аптечке одни презервативы, да? То есть, если я правильно понимаю, значит, головную боль мы лечим с помощью презерватива. Вместо эластичного бинта у нас презервативы. И вместо йода у нас тоже презервативы, да? Котик, есть еще аптечка одна, пойми. Есть вот такая вот, посмотри. Там все хорошо? Да, здесь все в порядке. Вот, все хорошо. С левой пути. До свидания, до свидания. Спасибо вам. Боже мой, что? Дура! Что такое? Аптечку давай. Аптечку. Конечно, конечно. Вот, пожалуйста. Блин, да не с презервативами. Другую давай, давай. Как другую? Разве вы не будете меня наказывать? Сначала эластичный бинт, потом буду наказывать. Конечно, хорошо. А! Дужи мой. Ай! А! Где что у него тут это? А! Ну да, но это нужно смотреть уже непосредственно по документации, которая у вас. Да, вы можете отправить обычную презентацию, к примеру, там на фирменном бланке на каком-то. Да, и мы сможем вам в тот же день отправить ответ. Нет, я не думаю, что это будет занимать у вас какое-то там большое количество времени, да. Все, опять же, это процедура такая, которая... Да, да, да. Да, 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 ага. Ну, я вам говорю, то есть вы можете связаться с кем-то, значит, из нашего маркетингового отдела, да. Вот. И, в принципе, да, то есть люди вам все объясняют. Если нет, если вам понадобится какая-то, к примеру, личная встреча, да, то есть вы, опять же, можете на нее рассчитывать. Да, я вот сейчас посмотрю. Да, по календарю, да, они все как бы должны быть свободны. Да, так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Да, мы на это пойдем. Единственное, что я бы хотел... Вы знаете, мне нужно тут посчитать кое-какие цифры. Это чисто формальность, да. Ничего страшного в этом нет. Так. Сейчас подождите. Зинаида Николаевна, подайте мне калькулятор. Так, так, так. Ну, конечно, конечно, конечно. Зинаида Николаевна, ну это еще что такое, а? Что такое, что такое? Вот вы тут сидите, генеральный директор, а мне потом весь этот мусор за вами убирать. Что такое? Генеральная уборка, что такое? Что такое? Что такое? Гомель, промышленный центр нашей Родины. Именно здесь живет и работает Никита Сергеевич. Директор кризисного предприятия, которых в нашей стране на самом деле мало. Ну, тише. Давайте не будем мешать серьезным людям совещаться. Ну, какой придурок предложил производить гель для укладки волос, а? Ясно. Главный технолог, встаньте. Вот! Единственный человек на нашем предприятии, который не ворует. Не, ну, конечно, он тут дрянь производит, что ему воровать? Так, молчать! Начальник отдела снабжения, встаньте. Сколько вы потратили на покупку нового оборудования? Полтора миллиона евро. И где же вы его покупали? В Германии. В гестапо! Сядьте. Давайте посмотрим наш рекламный ролик. Ты стильный и уверенный в себе мужчина и четко уверен в завтрашнем дне. Единственное, что тебе не подвластно, твои собственные волосы. Торчок. Проснулся? Смажься торчком. Хватит хлопать! Значит, в кадре, да, у нас молодой мужчина в смокинге с красной бабочкой. Да? С безмятежным лицом и с залезанными назад волосами. Ну да, смысл ролика в том, что наша целевая аудитория это представительные, обеспеченные люди. Ну почему он в гробу? Мы хотели сделать такой посыл, что наш гель это навсегда. Один раз намазал и... и сразу хана, да? Все! Подождите. А кто-нибудь, может быть, как-нибудь пробовал использовать его по-другому, а? Нет, да? Слушай, а ты его есть не пробовал, а? А может, и не надо? Нет, нет, надо. Ты придумал, ты ешь. Ешь, ешь, ешь. Давай! Попробуй. Рубай ника немного, гель. Нифига себе! Что такое? Нормально. Послушайте, какой эффект? Да мы на упаковке просто пишем, что это не для укладки, а наоборот. И в аптеке. Да? Интересная мысль. Интересная, интересная мысль. Да это гениально. Это гениально. Вы что? Это же, это же... Это же золотое дно! Да, 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 да. Да. Вот такая она, Республика Беларусь. Мы отправляем на Евровидение артистов только для того, чтобы самим хоть чуть-чуть от них отдохнуть. Только мы, получив по одной щеке, подставляем блог. Мы ничего не скрываем от налоговой, потому что нам нечего скрывать. Только наши бабушки возле подъездов работают лучше, чем справочная. И только работницы наших справочных отвечают на вопрос и кладут трубку еще до того, как мы успеваем задать этот вопрос. Только наши таксисты знают короткий путь из одного конца центра города в другой, через кольцевую. И только мы не проверяем почтовые ящики и не открываем двери незнакомцам до двадцати восьми лет. Нас пока еще мало знают, но это только начало. Шепотом пущ беловежских Баюкаем всю планету От миссертипи до пьордов норвежских Красивее места нету И пусть нет ни нефти, ни газа В стране тракторов и белазов В нее влюбляются сразу Как в женщину с первого раза Когда едешь с Литвы в Украину Или из Польши в Россию Ты увидишь все эти красоты Ты узнаешь, где центр Европы Ты пройдешь по ней не спеша Ты поймешь, как она хороша Это все страна бульварша Моя белораша Что, 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 что